добрый вечер дорогие друзья я рад вас всех приветствовать те кто нашли время и у кого есть желание приобщиться к процессу в котором мы уже не первый год и этот год кстати пишет завершить свой бег но тем не менее жизнь идет дальше и все становится все интереснее поэтому сегодня я постараюсь ответить на вопросы и дать пояснения которые требуются вот если посмотреть всю дискуссии которые возникают которые возникают чатах потому что скажем так люди которые а большинство инвесторов таковы кто не занимается изо дня в день скажем сутью существом проекта и инвестирует от случая к случаю ну например проинвестировав там в 2016 году он уже или она уже забыли что там какие документы зачем а потихонечку в самом курсе люди находятся и поэтому так вот знаете по наитию отвечают иногда на вопросы и не занимается системно ну как бы своим развитием смысле того что а каков мой бизнес те кто один бизнесом занимается у тех меньше вопросов они знают в какой среде они находятся каковы и организационно-правовые вопросы вот и но иногда тоже фокус смещается то есть появляется разночтение поэтому я по мере возможностей дам кое-какие как бы наводки пояснения и отвечу на вопросы которые были в интернете мне заданы на что-то я уже там что касается допустим участие в адресных проектах в кольце что-то сказал на чате но это не все читали не все слышали и в чате чат есть чат поэтому сейчас я это еще раз как бы повторю и поясни здесь времени у нас немножко больше 30 минут потому что потому потому что у нас я нахожусь стали не у нас стали не сегодня 20 20 декабря люди 6 часов начали собираться на мероприятия по завершению года ну и естественно меня тоже там ждут и я туда буду собираться но я постараюсь максимально что я запланировал все сделать итак смотрите значит я постараюсь сегодня на текущие вопросы мало отвечать если только они будут ну скажем какие-то такие очень актуальные я буду за ними следить левым глазом вот левым одним из четырех глаз вот и пойдем дальше тогда вопросов я сегодня не фиксировал начнем с того что значит что мы сейчас из себя представляем и какие у нас процессы происходят естественно все мы инвесторы кто инвесторы мы же являемся и акционерами и у нас как бы выделяется я к чему это веду эта схема она показывает что вот здесь у нас как бы все что связано с адресными проектами да вот это все а это у нас процесс инвестирования в экотехнопарк его развитие и еще в адресные проекты потому что нам надо завершить 15 этапов этот процесс святой потому что извините от этого зависит во первых когда и как мы выйдем на айпио на него мы по всей вероятности все-таки выйдем по крайней мере сейчас это похоже просматривается параллельно вот и значит от этого зависит как адресные проекты могут развиваться здесь можно щеки надувать если скажем у нас не завершится хотя в принципе мы уже сейчас находимся я здесь все-таки поправлю мы находимся уже на такой стадии когда когда мы можем вполне можем адресные проекты делать и мы их делаем но адресные проекты не такой что я сегодня включил розетку так нажал на на тумблер триггер какой-то сработал и там люди пошли копать лопатами бульдозера заработали так далее это процесс кто помнит 3 2 3 года назад я его разрисовывал просто сегодня небольшой длинный вебинар я не стал эту схему вытаскивать это там предварительный этап за занимает до полутора-двух лет предварительный этап он начинается с разработки идеи потому что например казалось бы ну все ясно с идеей сан-бернардинского проекта мы в на экофесте подписали соглашение кому-то оно нравилось кому-то не нравилось что там на спине или на коленке это подписывалось но до сих пор идет согласование разных договорных моментов понимаете потому что дело связано с концессией земля государственная или кантону принадлежит вот и так не все так просто и это еще они говорят что ой если бы не было почти год еще до того предварительной работы мы бы еще кувыркались бы еще полгода то есть поэтому скажем так сейчас там хотя проект предпроектные работы часть проведена оценка сделано есть много чего сделано но скажем в момента когда можно сказать что все пошли вперед начнем готовить значит окончательно финансовую схему и завершим бизнес план пока нету окончательно подписания этого всего делать нельзя это надо понимать хотя в принципе все хотят замуж условно говоря понимаете и вроде бы готова все для этого но вот загсе очередь я прошу прощения за такое сравнение поэтому поэтому с адресными проектами все так вот где нам надо привлекать внимание сюда теперь появился здесь кави капитал на начаться сайшельских то есть извиняюсь санта лючии почему зачем я это постараюсь вам сейчас объяснить потому что у нас длительное время роль посредника и скажем определенную роль и с одной стороны агента с другой стороны гаранта и посредника между global transport investment инвестором играл все с кави инвест групп который зарегистрирована она была и есть зарегистрирована в лондоне в великобритании вот но там сейчас завершён полностью аудит компания приведена в порядок и скажем бухгалтерский юридический но вся беда в том что на эту компанию уже каких только собак не навешали на нее извиняюсь сейчас я выграю телефон меня не слышно что ли да алексей тихо сейчас добавлю на спасибо меня тут алексей мне сообщил я вот не слежу разогнался и в чате не слышно меня сейчас я добавлю вот не посмотрел так-так-так-так-так-так-так-так тихо так все ясно сейчас добавим сейчас добавим на микрофон и звук он так же как он микрофон включить слышно дайте пожалуйста обратную связь покажите мне на обратной связи как мне слышно не слышу так всего но более-менее ничего да спасибо то сейчас слышно меня так хорошо я немножко повыше поставлю здесь чуть-чуть вот так вот значит не таким образом чтобы юридические и правовые скажем старые старые нападки наши от сей пришлось эту компанию как бы ну ее поставить на полку и ее не пользуются потому что только название компаний для банков там для различных финансовых инспекций они даже не просматривают вовнутрь они смотрят в реестре значит каких-то таких этих самых для битья находится эта компания все разговор заканчивается счет закрывается в банке и так далее то есть на это масса средств убита масса времени главное убита и я значит отбивался вот я уже говорил вам какое-то время назад был в польше в прокуратуре финансовой прокуратуре прокуратуре настоящей не финансовой потому что финансовый надзорный орган передал это дело для рассмотрения прокуратуру у них такое право есть в заподозрив там всех смертных греках компанию там по счетам по всем проходить что там целый цирк был шесть часов почти это все ферст кавейн лист групп ну вот и поэтому просто значит на санто лучи и во первых там и налогов значительно проще с налогами и со всеми другими юридическими заморочками поэтому здесь есть такая компания она встала на место теперь смотрите где она находится вот раньше раньше у нас было как было евразии на русской сессии солны глобал транспорт инвест юнис кайда вот инвестор и ферст кавейн лист групп теперь на это место встала вот этот скайвей капитал на санта санта лучи вот если кто помнит это из памятки копия такое разъяснение первое теперь следующие коллеги смотрите значит что у нас еще очень важно есть вопросы так одну минуточку я посмотрю еще что у нас здесь было а да и по завершение хочу сказать еще вернее по этому слайду что адресный проект это через центр народного финансирования с проектов и развития сейчас это просто центр адресных проектов так вот и он значит через компанию есть кавей капитал в евросоюзе через него развивает подготавливает все для того чтобы с адресными проектами чтобы они реализовались было подготовлено строительство было подготовлено обеспечение строительства инженерно-техническое обслуживание эксплуатации объектов и маршрутов адресного проекта вот поэтому это второе направление это все со все значит в партнерстве с global transport investment сюда я вставил еще и royal capital group на каймановых островах которые образованы это тоже финансовый инструмент продвижение значит инвестиций от инвестора в проект в global transport investment проекта как технопарка и в проекты global transport investment а он сейчас служит как для обеспечения в экотехнопарке и это же инструмент почему это очень важный инструмент он имеет лицензию международно акцептированную лицензию для принятия для принятия для торговли своими акциями я позже поясню что это значит вот поэтому он сейчас необходима такая структура для работы с global transport investment и завершение 15 этапов и этот же инструмент очень важно будет хорошо работать и на адресные проекты у него минимальный предел а вас а установлен аудиторский аудитором и управляющим этим значит фондом но это можно назвать фондом это десять тысяч долларов евро извиняюсь или долларов евро ну неважно 10 тысяч одним словом уже запутался так таким образом идем дальше смотрите значит теперь по адресным проектам есть вопросы по которым спрашивали что такое адресный проект что это только транспортная структура нет адресный плат проект это его у него должно и есть кластерное содержание как и уже неоднократно говорил что такое кластер кластер это грость то есть есть сердцевина грость или или скажем ядро это транспортная структура по технологии сковей вода на синим обозначена так но она начинает эффективно функционировать когда она поддержана другими сопряженными как бы проектами или сопряженными решениями это целостном одно один целый проект инвестиционный но у него есть целый может быть целая группа то есть это может быть транспортная структура инфраструктурные составляющие кластера какие-то это могут быть эта структура какая-то трасса из точки а точку б и парковочные дома и кассеты например плюс энергетические какие-то решения это может быть электромобили дроны например целая система может быть обслуживание это могут торгово-развлекательные комплексы плюс еще ко всему прочему так это может быть транспортная структура длинная значит какой-то между городами 350 тысяч километров линейные города и поселения социально-экономическим наполнением это целый комплекс это экополис и это тех на парке технополисы это агротехнополисы это посе система поселений это целая система значит хуторских хозяйств аграрных решений это это технология очистка планеты все сюда входит вы же понимаете что линейный город это целый социально-экономический комплекс который встраивается в и как бы сопряжен с транспортной структурой плюс значит целый ряд других решений транспортная структура может быть есть просто транспортная линия например городская да или какая-то межгородская междугородняя но она также решает кроме перевозки пассажиров и грузов еще и она связывается с сопряжена существующей сетью это тоже комплекс это тоже бизнес понимаете то есть мы начинаем дополнительно этим дополняется как бы кластер на решение вот этой транспортной системе вот адресный проект это не какой-то одна тройка линии поэтому описав из точки а в точку б этих идею много можно получить теперь задаются вопросы что а когда будут вопросник какой-то вы знаете принципиально есть вопросник я только на такие точечные запросы когда вижу что люди хоть чего-то там понимают я и мы вернее теперь уже не я мы стараемся отсылать для проработки есть такой простенький вопрос не отвечу всем сейчас официально в сети что значит в течение первого квартала следующего года центр адресных проектов подготовит значит сформирует и согласуется глобал транспорт инвестор менты с анатолий дар чимницкий согласую значит так называем порядок работы с адресными проектами там будет и часть которая касается инициация адресных проектов и каждый скажем или все что необходимо будет обеспечено соответствующими документами потому что сейчас мы просто эти процедуры отрабатывать кабинет на было это продумано но когда начинаешь это в реальности вот на проектах которые сейчас с которыми мы работаем то тогда там появляется целый ряд вопросов которые надо учесть поэтому прежде чем что-то положить на стол надо еще немножко подработать мы так подумали сейчас люди которые три человека которые этим заниматься 4 вернее скажем так в целом они как раз вот это дело подготовить течение первого квартала потому что там у нас целый ряд адресный проекта в работе а теперь дальше по адресным проектом я надеюсь ответил а теперь значит здесь здесь я не буду сейчас ничего сильно комментировать важно прокомментировать следующую вещь и значит что такое royal capital group видите вот royal capital group заметили да что схема имущественная схема global transport investment стала немножко сложнее что здесь изменилось ничего не изменилось акции сколько было и какой был акционерный капитал он такой и есть есть акции его а простые акции это 66,67 процентов и акции б то есть привилегированные акции 33,33 процента раньше они делились 15 на 18 33 теперь появилась необходимость 2 процента из евразии глобал транспорт инвестмент через юнический корпорейшн вложила евразийный рейс колесе с холдинг 18,33 процента они работают здесь но пришлось вернуть из свободных акций 2 процента в резерв эти два процента вернули в резерв теперь мы знаем что евразийный рейс колесе с холдингом было есть 15 процентов там значит 50 процентов минус одна акция распределены между акционерами инвесторами залоговыми так залога дано в обеспечение их инвестиций а в евразии на рейс колесе с холдинг 2 здесь еще есть достаточно места до 50 процентов минус одна акция и поэтому это даже при 16,33 процента поэтому два процента вернули обратно в резерв сюда глобал транспорт инвестны для чего для того чтобы royal capital group могла бы тоже принимать инвестиции значит как здесь работает этот механизм я сейчас вам объясню поэтому чтобы вы понимали у глобал транспорт инвестны сейчас есть два процента привилегированных акций в резерве которыми она будет как бы обеспечивать инвестиции поступающий через вот этот финансовый источник я покажу значит как это будет работать смотрите инвестор инвестирует royal capital group оплачивает royal capital group оплачивает пакет global transport инвестны этот пакет оплачивается через skyway capital которая находится на санта-лучии global транспорт инвестор передает привилегированные акции global транспорт global согласно пакету 1 передает royal capital group эти он передает их вот отсюда из резерва передает royal capital групп вот она идет извиняюсь так чаще сейчас куда она делась видно ну куда стрелка делась я экспозит мне 5 а все они и 시 Владимир Маркович, звук вы выключили. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо. Я заранее поблагодарю всех, кто мне помогает, потому что я потом могу забыть. Еще раз повторяю, я тут заговорил. Отсюда поступают инвестиции, которые инвестор заплатил, возвращается сюда соответствующий пакету количества акций. Royal Capital Group их оставляет у себя в регистре, кладет в свой банк, а инвестору передает свои акции, простые акции Royal Capital Group, которые обеспечены акциями, привилегированными акциями Global Transport Investment. То есть, таким образом этот процесс идет. Это понятно, да? Это все более-менее отработано. Сейчас, я так надеюсь, что уже сегодня все документы поступили, которые, вот этот порядок, который я вам говорю, они его подтверждают документально окончательно. Теперь к вопросу, друзья, о том, к вопросу о том, а что же вообще проходит. Я обещал прокомментировать, значит, что как я отношусь к токенам и так далее. Очень хорошо отношусь. Вот копия с обмена моих долей. Значит, будет произведен, этот обмен произведен. Этот обмен я произвел. 100 тысяч акций поменял на 2 тысячи токенов. С последующим. Я подтвердил это, сделал копию с этого. Но, смотрите, там был задан вопрос где-то в вопроснике, что когда мы будем получать дивиденды с токенов? Никогда. Я вас должен огорчить. Поэтому для этого я выбил сюда, значит, так называемую схему комментариев по токенизации. Есть акции Евразии, Народской Алисии, Систем Собинга, которые нам обеспечивают наши, 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 вот они здесь я проскочил их, которыми обеспечиваются наши инвестиции. Вот они эти и эти акции. Это так называемые залоговые акции или доли. Будем называть, если вы привыкли, давайте называть их долями. Так. Вот. Поэтому, что происходит здесь? Первое. Когда мы готовим, идет процесс, все к этому идет. Многие спрашивают, когда уже, наконец, мы на IPO выйдем? Не имеет смысла туда просто так выходить. Очень многое зависит от того, какие адресные проекты, где, как работают или же выполняются. Тогда мы выйдем на биржу ценных бумаг. И какие выгоды в целом стоят за этими акциями? Рост стоимости акции АА на бирже – это раз. Выше номинала или даже уже выше того, какова была так называемая оценочная инвестиционная ценность, которую я знаю. Сейчас мы закладываем свои инвестиции, получив, то есть, скажем, на сколько там, раньше это было, на прошлом этапе это было один цент за одну акцию. То есть, приходилось. Мы инвестируем цент в залог, получаем одну долларовую акцию. Условно говоря, да? Ну, или там чуть меньше сейчас уже стало. Выше, естественно, нам-то интересно, выше номинальной стоимости акции, номинальной стоимости один доллар. То есть, это нам интересно. Второе – ежегодные дивиденды, участие в адресных проектах этих акций. С ними можно участвовать по определенным условиям, которые будут разработаны в соответствии с условиями финансирования какого-то, естественно, конкретного проекта. И возможность продажи. Раз, два, три, четыре. При токенах, что мы имеем, сзади стоят те же самые акции. Мы обменяли их, причем, видите, как, да? Сто тысяч на две тысячи. То есть, достаточно такой, как бы, токены. Но мы надеемся, что токены будут, стоимость будет расти, потому что за токенами надо отдать должное. За акциями стоят несколько больше возможностей капитализации. За акциями стоят экотехнопарк и то, во что мы конкретно вложили, то есть основная технология. Но, благодаря адресным проектам, выгоду-то мы все равно будем получать. Видите, от чего? Мы выгоду будем получать от всего, от всего, что работает здесь в кластере, понимаете? Не только с этой части, а со всего, что будет в конкретном адресном проекте. И это очень важно. Так что здесь тоже это будет работать, понимаете? И поэтому здесь я не вижу никаких таких особых тоже, скажем, минусов. Ну, не минусов, а отличий. А у токена там, конечно, естественно, будет еще и... Ну, почитайте, там много чего есть. Токен выводится на ICO. Это интересно, потому что пока их нет на ICO, мы можем внутренне играться с токенами. Мы можем внутренне играться больше, чем с акциями. С акциями там могут наехать на нас очень сильно, внутри будем сильно их тут как бы покупать. Вот. Надо будет лицензию иметь в компании, к сожалению. А с ICO сейчас пока проще. Цель все равно выход на биржу. Но токен он и есть. Выгода – это рост стоимости токена на бирже и возможность его продажи. Или их продажи. Все. Вот основные преимущества. Да, может быть, этими токенами можно заплатить или оплатить, или так называемые токены, или же, значит, крипто, ну, currency или крипто, какие-то посредством крипторасчета можно осуществить. Их тоже участвовать в адресных проектах можно будет. Но, пардон, если здесь ты акции получаешь обратно, токен ты уже не получишь обратно. У тебя уже будет получена обратно какая-то конкретная акция, какого-то конкретного проекта, например. Или токен другого проекта, понимаете? Вот и все. Таким образом, столько вам о токенах, дорогие друзья. Так, теперь там были еще... Давайте я еще чуть-чуть дальше пройду. Ну, вот здесь я и показал, что договор вмены, который я прошел, видите, да? Я прошел, заключил сегодня, это я сделал 20 декабря этого года, в 2 часа дня по нашему местному времени. Инвестор намерен продать компании. Что я и сделал. Вы видели там, что я за это получил. То есть, этот процесс я прошел сегодня. Так что, это в ответ на тех, на тем товарищам, которые говорят, о, масло там уже давно наменял себе. Нет, друзья, мы все равны в этом плане, так что каждый меняет столько, сколько может. Я с вами пока еще не прощаюсь, еще немножко пообщаюсь, поотвечаю на ваши вопросы. Я сейчас посмотрю, здесь что-то есть. Ну, конец, звук есть, уже все. Ясно. Смотрите, значит, какие еще вопросы были. Строятся трассы, рабочие, тесты. Так. А, был, значит, вопрос, среди вопросов, что происходит в Объединенных Архарабских Эмиратах. Значит, будет там, будет ли там трасса такая, или будет какая там трасса, да? Вот, там, значит, такое дело. Я, все написано, понимаете, открывать до конца не имею права, потому что, во-первых, не знаю, врать не хочу. Вот, да и не сильно меня это волнует, что там будет. Я знаю, что там есть договор, комплексный договор, какая часть там будет скоростной трассы, какая будет городской трассы, совмещаются они, не совмещаются. Я в проект не заглядывал. Поэтому предположить можно все, что угодно, кому делать нечего, можете предполагать. Я знаю, что там все идет нормально, даже больше, чем нормально. И уже идет конкуренция за Скайвей решение, понимаете? Вот, так что, дай бог, чтобы этот процесс, скажем, шел по нарастающей, процесс в целом. Поэтому там будет решение для сертификации скоростной, точно будет так. Вот, на какой части, как это будет делаться, это уже, скажем так, епархия Анатолия Эдуардовича. У них решение есть, но они не распространяются на всякий случай, чтобы, чтобы. Вот, Экофест, да, будет, но будет объявлено на третий Экофест, да, в 2019 году. Как и в прошлом году, было сказано, что за 90 дней будет объявлено, когда этот будет, вот, например, как и в прошлый раз, это где-то в мае месяце, по-моему, нам явили. Вот, скорее всего, где-то будет, вот, летом или ближе к осени. Зависит от некоторых нюансов, за которыми следит головная компания, это ее стратегия и тактика. Но будет, такая была информация, значит. Про токены вам сказали, да, и дивиденды, когда, что и как это сказано. Так, теперь, а, был вопрос, Артур, по-моему, задавал вопрос по тоннелю, значит, между Хельсинки и Таллином, он заинтересовал товарища, там я на всякий случай, как бы, ну, не на всякий, а, например, рассказал. Вот, это тоже, кстати, комплексный кластерный проект, вот, под него получено, финскими партнерами получено предварительное финансирование на предпроектные работы, предпроектные работы 100 миллионов, потому что там очень большая стоимость, миллиардами, десятками миллиардов оценивается этот проект. Вот, но, значит, был вопрос, а почему, значит, над водой, в воде, там, на поплавках, там, на якорях и так далее. Когда мы анализировали этот вопрос, то, скажем, финны разложили наше обсуждение на лопатки в течение 25 минут. Они четко показали документами, что мы будем пырхаться где-то 10-15 лет, тестируя, сертифицируя, согласовывая и так далее, потому что нет таких вариантов нигде в эксплуатации, именно таких транспортных вариантов, да, где будет массовый поток грузов и людей. Вот, это займет, причем, во-первых, придется делать тестовый участок сначала, да, 20-ти там где-то километровый примерно, вот, о чем, кстати, мы говорили, вот, и только после этого, а потом это он так и останется стоять, то есть там очень большие затраты, а выхлоп небольшой, хотя перспектива есть. Вот, и поэтому финские партнеры, которые являются, ну, инициаторами этого тоннеля, они приняли решение, что они, а уже давно приняли, полтора года назад приняли это решение, анализировали долго, что делать надо именно так называемым проходом, то есть, скажем, грунтовый или надгрунтовый проходом дополнительным в дне Балтийского моря. Вот, 17,5 метров в диаметре это их проход, пока точно неизвестно, но, скорее всего, это будут все-таки два тоннеля, один грузовой, другой пассажирский, вот, и там есть у нас много интересных партнерских точек. Во-первых, там за счет породы, которая идет с тоннеля, будут строиться два или создаваться два острова, вот, между островами транспорт очень интересно смотрится на базе сковей технологии, причем первого острова с материком, финским материком на Финляндии очень интересно смотрится, и плюс их интересует проходка с Хельсинки до Северного моря, то есть, это юг-север, и Стокгольм, Санкт-Петербург. Вот здесь и плюс в Хельсинге, то есть, сейчас идет выбор пилотной части, откуда мы там начнем, то есть, здесь вот мы таким образом сотрудничаем, и для нас, это вода на нашу мельницу, все эти вот, скажем, мы не тратимся, но, тем не менее, получаем дополнительный ресурс для предложения наших технологий, причем очень неплохо, на мой взгляд, смотрится сейчас технология транспортировки контейнеров вот по транспортной части, и если это в конечном итоге, скажем, выиграет конкурс, то будет применена наша технология полностью в транспортном тоннеле. Я этого не исключаю сегодня, друзья. Вот, так, 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 тоннель, это я тоже ответил. Теперь, когда появится, это я ответил, много вопросов по организации Центра адресных проектов, я сказал, по этому поводу будет полностью, ну, как бы, разъяснение, будет документ, все смогут им пользоваться. Должны, значит, модератор, так, по чату есть, организуйте работы, обратно, естественно, в такие формы, это хорошо, уже, когда ждут ответа, уже две недели. Значит, две недели не надо ждать ответа, дорогие друзья, у нас как раз вебинар делается через две недели, поэтому ответ вы в любом случае получаете. Я надеюсь, я на все вопросы ответил. Так, теперь есть немножко, буквально пару минут времени ответить на текущие вопросы. Вячеслав Максим Вайдронов говорит, что за 13.00 дисконт 600 не отменят, но намекнул, что это возможно. Нет, не отменят точно, это я могу сказать точно, да, потому что я составил себе уже план инвестиций, так что он не самый актуальный, поэтому он погоды не меняет. Но это только пока 13.00 этап, остальное там видно будет, потому что расчеты показывают, что дальше будет, не будет. Вот дальше я не знаю. Так, Вячеслав, я наоборот слышал, что не отменят. Не отменят, не отменят Вячеслав, слава Богу, слава Богу, тогда вы уточните, когда нам отменят. Вячеслав, услышите, когда вам отменят. Инвестируйте, не скупитесь. В чем гость смысла замены доли на токены? Токены быстрее будут расти в цене. Продан Василий. Нет, вы знаете, это просто, значит, диверсификация рисков, скажем так. Можно предположить, что это просто такой экспертный момент. Многим это интересно. Вот, скорее всего, с токенами нам будет проще осуществлять так называемый процесс купли-продажи. Поэтому я так полагаю, я просто для эксперимента это сделал, а люди имеют интерес, видимо, я так могу предположить, для того, чтобы хотя бы получить какую-то возможность продажи. Потому что очень многие обращаются, там, у кого там в семье что-то, еще что-то, хотели бы, ну, как бы финансовые какие-то средства вернуть. Такой возможности пока нет за счет этого проекта. Ничего не поделаешь. Бизнес есть бизнес. Теперь, вы понимаете, я еще хочу пару слов сказать в завершение из той серии, что, значит, что как вот позиционироваться к проекту Skyway. Вы знаете, значит, если я, если я лояльный акционер, лояльный инвестор этого проекта, да, я инвестировал в проект, я инвестировал в проект, в который, значит, вот являясь акционером, акционером или этой, или этой компании, или, скорее всего, и этой, и этой. Вот. Мое благополучие, мои выгоды, мои выгоды зависят от того, как Global Transport Investment будет получать. И вдруг я начинаю заниматься, ну, я не знаю, там, какими-то колесами, какими-то другими, значит, проектами, которые ни прямо, ни косвенно, никак, значит, не связаны со Skyway. И теперь вдруг, значит, начинаю свои средства туда направлять. Да, если у меня есть дурные деньги, и я хочу диверсифицировать и разложить так называемые яйца в разные корзинки, так, то какую-то часть можно. Но, извините, если я выбрал это главным, я этого не буду делать. Я буду находить возможности, как здесь реализовать себя. Это к разговору о том, кто, где, как, что объявляет, что делает, куда призывает. Поэтому каждый волен принимать решение сам. Я этого лично никогда не сделаю, потому что моя основная задача именно все подготовить для того, чтобы процветать в проекте Skyway. Я не вижу других возможностей. И здесь, дорогие друзья, возможности выше крыши. Вот, пожалуйста, здесь у нас все, что нужно, все есть. Все. Полный набор, полный набор. Я могу себя реализовать и в ледяных городах, в социально-экономических системах, во всем. Но что это значит? Это значит, что я должен... Да, я могу спозиционироваться, сесть на стуль и ждать, когда другие сделают, когда вы вот сто с чем-то там человек, сколько вас здесь, здесь. Я сяду, масло будет сидеть, будет вам сказки рассказывать и ничего не делать. Понимаете? Вот. И буду ждать, когда вы там сделаете. И тогда я пойду, побегу туда. Например, в электромобили или побегу там в дроны или еще что-то сделаю. Да? Я слежу за тем, что здесь делается. И когда будет транспортный проект, я буду это привлекать. И это совсем другая позиция. Я знаю, как это сделают, но я должен быть здесь, потому что от этого зависит. Что зависит? Показываю, что от этого зависит, дорогие друзья. От этого зависят в первую очередь вот эти выгоды. И ради этого бизнеса надо работать. Надо проявлять свою лояльность, проявлять свои действия, вкладывать сюда свою энергию, свои знания и компетенции. Причем компетенции не только, которые я имел когда-то. Постоянно приходится их наращивать, постоянно приходится их развивать. Постоянно приходится привлекать людей с новыми компетенциями, потому что всего в мире не огребешь. В хорошем и плохом смысле этого слова. Понимаете? Поэтому я вам это рекомендую. Также относиться к этому. И вот все ответы на вопросы там, в том числе и про Сергея Сибирякова, если уж на то пошло. Так, теперь смотрите, значит. Да спросите у него, Дмитрий, почему он ушел? И ушел ли он? Понимаете? Никакого совета директоров выхода его из компании. Что принял? Что принял? Что принял? Он сказал, что принял совет директоров выхода его из компании. Ну, если он сказал, значит, так и есть. Ему виднее. Я тоже не сделаю вас, вы поддерживаете. Правильно, спасибо. Спасибо, Нина. Это очень важно, когда мы поддерживаем друг друга. Понимаете? Ведь смотрите, все, заканчиваю. Мне очень хочется с вами общаться. Я заканчиваю. Хочу сказать напоследок. Вот очень хорошая аллегория. Есть, значит, футбольная команда, казалось бы, ну, такая игра, эмоциональная игра. Но мы находимся в той стадии, когда, значит, мы вышли или выходим, каждый раз выходим на поле, и каждый выходит с тем, что он наработал. Мы знаем, что наша общая цель – это забивать голубь ворота. То есть делать адресные проекты. И поэтому управлять этим уже может только некими наметками тренер. То, что мы натренировались до игры, как мы наработали свои компетенции, умения, там, дриблингу, там, обводке, там, значит, видению поля, комбинациям и так далее. Мы это будем применять. Но каждый это должен делать с наилучшими возможными, с наилучшими способностями, то есть компетенциями, которые он освоил. Вот. И вот такова наша важная схема, как мы должны работать, понимаете? То есть мы одна команда. И только так мы выйдем на то, что мы будем процветать. А если мы будем процветать, то и мир будет процветать. А если мы обеспечим, что мир будет процвечать, значит, и каждый из нас будет процветать и достойно жить. Хочется сегодня. Да, хочется. Но, пардон, не только, значит, сковей является средством. То есть мы живем в очень многообразном мире. Но это одна из лучших возможностей. Я вас в этом уверяю. Так, Вячеслав, вы понимаете смысл 15 этапов этого у меня? Нам на вопрос, Олег Сушников, я обвинял, не понял, кому он там спросил, почему 15 этапов. Почему? Понятно, потому что разбито можно было и на 20 этапов разбить. В принципе. Понимаете? Потому что, ну что тут, давайте честно скажем, что полтора-два года нам, скажем так, ну как бы просифонили нас. Теперь, когда начали считать, они будут цифр говорить. Значит, всю эту работу, за какие деньги это все сделано пока, то, что мы уже сделали. То есть вы не представляете, в какой проект и насколько история еще об этом будет говорить, и мы будем об этом узнать. Сейчас этого нельзя делать просто. На токен можно ли обменять? Ну, это все уже такие вопросы. Я не компетент сейчас отвечаю. Таким образом, дорогие друзья, я рад был с вами пообщаться. Поскольку мы уже вживую, глаз в глаз, пятачок в пятачок, как я говорю, здесь не встретимся с вами. Я желаю вам завершить достойно этот год. Вот, жизнь продолжается понарастающей, она становится все интереснее и интереснее. Вы не представляете, в каком интересном мире, в квантовом мире мы живем уже, так? Вот, поэтому всего самого лучшего. Достойно завершить Новый год. Понять, запланировать, созидательно отнестись к следующему году. Не прозябательно, а созидательно. Мудрости вам, доброго здравия вам, любви. Вам и вашим близким. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok